Искала всякие сайты, и тут наткнулась на скрим. Мне просто, в принципе, хотелось учиться в скриме. В скриме я прямо разложился по полочкам в голове. Я открыла в браузере, в поисковике, это была скримскул, и мне прям сразу понравилось. Через неделю я уже была на подготовительном курсе. После школы, где говорят, что твоя мысль ничего не значит, как-то страшно. Но здесь все принимают, здесь одобряют, здесь не ругаются это. Нашли тут разные подходы к образованию. Та-да, сюрприз. Мы даем базис, от которого 90% всех, кто закончил второй курс, устраивается на работу в какую-нибудь клевую студию. Стоило каждой пролитой слезинки и каждой потерянной нервной клеточки. И у меня брат, он поступил сюда, в скрим. Он поступил на визуальные эффекты, а я хотел более связанные с моделями. Ну и радость от того, что все складывается, и вот такой ажиотаж. Я как-то сказал себе, кто-то должен что-то с этим сделать, и никто не делает, значит придется мне. И именно за этим я пришла в скрим, чтобы научиться каким-то базовым навыкам, поговорить именно с профессионалами из индустрии. Выпускники, которые хотят работать, они трудоустроены, наверное, к моменту уже получения диплома, потому что есть спрос, а у нас есть предложение. Туда меня направил мой друг, который здесь учился на геймдизайне. Ему очень сильно понравилось, и я решила тоже попробовать. Ну просто хотелось чего-то нового, идти за прогрессом, быть впереди, как-то поспевать за всей этой жизнью. Когда ты общаешься с преподавателями на равных, как бы, да, тут нет границы, что вот преподаватель и студент. Я увидел моего знакомого, мы с ним учились в колледже, и он поступил сюда также в скрим-скул, отучился два года. Я увидел его работу, я понял, что я хочу заниматься разработкой игр. Как только ты примерно хотя бы понимаешь, в какую сторону ты хочешь двигаться, можно вот пойти там учиться в тот же скрим-скул, например. В скрим-скул, конечно, если бы я учился в какой-нибудь онлайн-школе, я думаю, что этого я бы не получил, такой полноты знаний. Для меня стала очень большей неожиданностью, что меня все-таки с первого раза сразу взяли скрим и дали мне такую надежду, как научиться рисовать, стать концепт-художником. Как я сказал, я пришел без подготовки, никогда не рисовал. По сути, все, что я сейчас умею, это благодаря скриму. Вот я сейчас защитила свой диплом. Из Naughty Dog мне пока еще не позвонили, но я думаю, уже скоро, вот скоро они должны позвонить. Забил на все и решил, что хочу стать концепт-художником, хочу пойти в гейм-дев. Базовый гейм-дев – это программа, которая вас готовит для того, чтобы вы поняли вообще, что вам нравится. И в итоге подготовили портфолио, с которым поступаете на основные 20 программ. Я учился и закончил успешно курс гейм-дизайна в скрим-скуле. Были предметы, ради которых я фактически приходила в скрим-скул. В основном это был дизайн окружения, потому что это мне, в принципе, больше интересно. Поэтому во все наши программы мы стараемся заложить такие элементы, которые людям понадобятся и завтра, и послезавтра. Во-вторых, помогут им адаптироваться к этим изменениям, зная базовые вещи. Я после колледжа, поэтому у меня выбор стоял между вузом и скрим-скулом. Ну, по ценам выходило примерно одинаково, поэтому я решила пойти сюда, потому что здесь, как говорят, все-таки учат на практике. За три года я прокачался. Я считаю, я отлично вырос от умения пользоваться вардом и то, что я делаю сейчас. Потому что делать игры и играть в игры — это совершенно разные вещи. Должны быть те люди, которые любят решать вот эти вопросы и проблемы в зоне того, что есть игра, что является ее основой.